Здравствуйте! Вы смотрите программу «Круглый стол». Меня зовут Татьяна Молокова. Буквально недавно Владимир Путин, встречаясь с Клубом молодых лидеров России, сказал, что национальной идеей в нашей стране должен стать патриотизм. Так ли это? Может ли патриотизм стать национальной идеей и объединить всех жителей России? Поговорим сегодня с экспертами в нашей студии. У нас в гостях руководитель Чувашского регионального отделения Всероссийской общественной организации «Молодая гвардия Единой России» Станислав Трофимов, председатель Совета Ассоциации кадетских школ и кадетских классов, директор Лицея Госслужбы и Управления Олег Савчук. Здравствуйте! Кадет, волонтер, заместитель руководителя Чувашского регионального отделения Всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы» Юрий Григорьев. Добрый день! Заместитель военного комиссара Чувашской республики Сергей Козера, председатель десантного военно-спортивного клуба «Синева», депутат городского собрания депутатов Олег Елугин. Добрый день! И заместитель председателя регионального совета общественной организации «Поисковое движение России», командир поискового отряда «Ведом» Павел Просуков. Здравствуйте! Здравствуйте! Друзья, я вот уже озвучила эту идею. Как вы считаете, может ли действительно патриотизм стать национальной идеей России? И что такое вообще патриотизм для вас? Давайте начнем с вас, Станислав Юрьевич. Сейчас мы понимаем, да, то, что в России сложная, условно говоря, экономическая, политическая ситуация, да, когда, условно говоря, все европейские державы, они, ну, грубо говоря, ополчились против нашей страны, да. И мы видим, то есть, как бы, подъем, патриотический подъем молодежи. То есть, да, я непосредственно работаю с молодежью, желающие войти в нашу организацию – это молодежь с 14 лет. И мы вот за последние два года видим резкий скачок, когда молодежь сама хочет войти в наши проекты. И что интересно, я думаю, это очень интересная тенденция, да, у нас есть политические проекты, у нас есть социальные проекты, есть проекты именно, где молодежь работает с ветеранами, с пенсионерами, с людьми, со слоями, где население, ну, социально незащищенное. То есть, вы хотите сказать, что патриотизм идет не только сверху, но и снизу, сами молодые люди хотят. А если говорить так же, то есть, как бы, да, вот молодежь готова, то есть, встречаться с ветеранами. Новый проект запустили, это «Наследники непридуманной истории», когда вот молодежь, наше поколение встречается с ветеранами, и они берут интервью, ветераны им рассказывают о том, как они воевали, то есть, описывают свой один день, военный день. Это делается для того, чтобы нынешняя молодежь сохранила историю, то есть, как бы, европейские державы не перестраивали, да, то есть, как бы, так же, вот, молодежь активно работает в социальных центрах, они помогают, то есть, они не бегут за шариками-фонариками, где действительно бонусы, там, все красиво и красочно, нет, они готовы заниматься и просто помогать государству. А также, если говорить о патриотизме, есть другой ракурс патриотизма, я считаю, все нынче понимают, молодым людям отменили льготы, да, за проездные билеты, и каждый молодой человек, мы встречаемся, беседуем с этими молодыми людьми и говорим, сейчас сложная экономическая ситуация, просто необходимо, да, то есть, вот, ты студент молодой, здоровый, откажешься от этих 400 рублей, которые тебе ничего не дойдут, пусть эти деньги идут на социальную сферу, и будут деньги, там, идти в детские дома, в детские центры, и молодежь это понимает, то, что они могут внести свою лепту, то есть, для того, чтобы государство активно развивалось. Я считаю, это яркие примеры патриотизма, когда молодежь готова отказываться порой от комфортных вещей для себя, то есть, как бы личных благ, для того, чтобы государство стойко стояло. Также мы видим то, что они активно вкладывают свои силы в развитие нашего государства. Олег Владимирович, как вот вы считаете, может ли патриотизм стать национальной идеей, и действительно ли он идет снизу от молодых людей? Вы работаете в военно-спортивном клубе, наверняка у вас есть ребята разные, есть те, которые действительно активны, и те, кого приходится вовлекать все-таки в ваше движение. Я понял вопрос. Смотрите, в основном мы работаем клубом в летний период, начиная с мая месяца, заканчивая августом. Все остальное время наши школьники и кадеты занимаются у себя в школах. Вот в 2014 году мы впервые в Чебоксарах после 20 лет попытались с ветеранами ВДВ, с моими друзьями восстановить то, что было раньше по военной подготовке. В 2014 году, когда 150 школьников пришло к нам в лагерь с города Чебоксар, мы несколько программ сделали. Это были просто школьники 10 классов и ребята, которые собирались поступать в будущем военном училище. Вы знаете, возрастная категория действительно была с 14 лет, это программа 10 классов. Она у нас получилась чем? Ребята были разные все. Кто-то идейный был, кто-то был готов к списку подготовки. И были ребята, которых мы брали, несовершеннолетние, которые были с комиссией. На самом деле, да, сложные ребята. Но всех объединяло то, что они те люди, которых мы надеемся в будущем, чтобы создавать здоровых, нормальных детей. И вот, будем говорить, ребят успешные и неуспешные, когда объединялись, все-таки побеждало то, что успешные ребята действительно смогли правильно повлиять на тех, которые, будем говорить, плохо себя ведут. Правильно их воспитали. Да, правильно воспитали. Почему? Потому что они были тогда все едины. Их сплачивало то, что все выполняли одну команду, все стояли в одном строю, все бегали одинаково, 3 километра кросс, все совершали прыжки с парашютом, причем с одного борта. Всегда, когда говорится, что касаемо жизни, или опасных моментов, только самовыручка может в действительности повлиять на какую-то победу. Ведь что такое небо? Небо не ждет слабых, оно ждет сильнейших. И здесь как раз займовыручка должна быть прежде всего. У нас даже, когда в армии молодой и старый прыгали одним бортом, мы четко понимали, что мы у старого по куполу можем пробежаться, а старого спасти в этом каком-то плане. И все едины. Вот весь огромный плюс. Я считаю, это не то, что военный патриотик, а военное воспитание школьников к армейской службе. И мы действительно за 5 дней хотя бы показываем школьникам, что действительность ждет их в армии, или тех лиц, которые собираются поступать в военную училищу. Военкоматы и гости у нас много были, поэтому знают, что это такое. Павел Владимирович, когда говорят о патриотизме, очень много говорят об истории Великой Отечественной войны, об истории России, об истории Советского Союза. И для многих, наверное, вы как раз олицетворяете вот это вот патриотическое движение, когда вы не даете людям забыть о том, что было на полях Великой Отечественной войны. Вот как вы считаете, что такое патриотизм, и может ли он стать национальной идеей? Да, конечно, безусловно. Изучение истории нашей страны, изучение военной истории нашей страны – это неотъемлемая часть патриотического воспитания. мое мнение, что воспитание патриота – это нужно начинать с себя. То есть молодой человек, глядя на взрослых людей, которые занимаются действительно важным делом, служат в армии, работают учителем на телевидении, то есть показывают все это. То есть они начинают стремиться к этому. А если на улице видят грязь, алкоголизм, наркотики, то, естественно, он будет воспринимать это как нормальная жизнь. И прежде всего свою родину он будет воспринимать с этим. Мы должны воспитывать патриота, который будет гордиться своей родиной, который будет стремиться к тому, чтобы родина стала более могущественной, сильной, быть готовым защищать эту родину, не забывать о своих предках, и готовиться к тому, чтобы быть достойным гражданином своей страны. Олег Валентинович, вот Павел Владимирович говорит, мы должны воспитывать молодых людей, мы должны быть достойными гражданами. И, наверное, это в какой-то степени вы делаете, вы этим занимаетесь, в кадетском движении, с кадетами. Расскажите об этом. Давайте я, наверное, начну все-таки с развития вашей мысли, то, что, с моей точки зрения, на сегодняшний момент единственной национальной идеей, которая в России может быть, это только патриотизм. И слава Богу, что на сегодняшний момент эта идея, эта тема культивируется властью сверху. У нас президент Российской Федерации, Владимир Владимирович, он патриот и доказал это всем. У нас глава Чувашской Республики, Михаил Васильевич, патриот, и он доказал это всем. Вот есть такие примеры, на которые мы ориентируемся, потому что без... Я согласен, совершенно должна быть идея снизу, да, это здорово, но когда эта идея снизу не поддерживается сверху, вот военкомат это хорошо знает, когда в течение десятилетия идея патриотизма не поддерживалась фактически сверху, и не было вот этого внешнего посыла, да, очень сложно все вопросы были. Сегодня все гораздо легче и гораздо проще. И я, например, считаю, что сегодня работать в вопросах патриотического воспитания стало гораздо легче и проще, особенно у нас в Чувашской Республике. У нас ведется целенаправленная, многолетняя, очень глубокая работа. За все годы, вот за последние четверть века, когда мы живем в так называемой Новой России, у нас ни на один день, ни на один год не прекращалась система проведения военно-спортивных игр «Разорница» и «Орленок». У нас постоянно существовали военно-спортивные, военно-прикладные клубы. То есть сама система, которая существует у нас в Республике, она занималась развитием этого. На сегодняшний момент мы тоже находимся на новом этапе. Например, в Республике сейчас создано шесть центров военно-патриотического воспитания и спортивной работы, которые станут хорошими помощниками военкомата, я думаю, в этих вопросах. У нас на сегодняшний момент четыре кадетских образовательных учреждения и более 80 кадетских классов по всей Республике. Это тоже такое хорошее ядро, хорошее звено, хороший пример и хороший образец. В любом случае, вот мужчины здесь присутствующие, согласятся, всегда кто-то должен стоять на правом фланге для того, чтобы после подачи команды «равняйся», было видно, на кого ты равняешься. Вот мы считаем, что кадеты Чувашской Республики, члены военно-патриотических клубов, такие как «Синева», это как раз есть те правофланговые, помните, при советской власти были правофланговые, пионерские отряды и так далее, как раз те правофланговые, на которые мы все, на которые должна равняться молодежь. Вот здесь вопрос другой, сколько нужно вложить сил в то, чтобы сформировать этот плац правофланговых. Мы ведь, когда, и молодая гвардия, наверное, с этим делом постоянно сталкиваются и вы, у нас слишком сильные идеологические противники, которые работают постоянно против нас. У нас есть такие сильные корпоративные идеологические противники, как социальные сети. У нас есть самые разнообразные сайты, у нас есть, как это правильно сказать, я не знаю, ну, либеральные идеологии, да, не для телевидения сказать такое слово, как либерасты, которые постоянно продолжают давить, разлагать, слишком глубоко сидит. Олег Валентинович, вы прямо вот так масштабно эту тему подняли. А мы боремся, понимаете, а вот здесь все, кто сидят, давайте, скажем так, мне нравится определение, которое существует у поисковиков, они не просто выезжают, они не просто выезжают что-то искать и что-то собирать, они выезжают на фронт, так ведь у вас это называется, да? И вот здесь на сегодняшний момент, давайте скажем честно и откровенно, мы все с вами относимся к той категории, которая находится ежедневно на фронте. Сергей Александрович, ну вот вы, наверное, скажем так, вы главный потребитель, ваше ведомство, наверное, главный потребитель того, о чем говорили все собравшиеся, это и военно-спортивные клубы, это и кадеты, и вот молодая гвардия, студенты. Спасибо за вопрос, значит, я думаю, что, наверное, не совсем верно, вот такая постановка вопроса, почему, потому что патриотизм нуждается в любом поколении, не только в армии, это патриотизм всей жизни человека, от его рождения до завершения жизни. Вот армия, видите ли, вот мы рассматриваем именно военную патриотику и подготовку граждан к военной службе, вот как венец всей патриотической работы, которая проводилась в подростковом и в зрелом уже юношеском возрасте. Почему? Потому что служба в армии предполагает добровольное исполнение гражданами гражданской ответственности перед родиной своей, перед отечеством, перед страной. Обращаю внимание на слова «добровольно» и «гражданская ответственность», потому что, получается, вот те ребята, которых мы призываем, они, в общем-то, добровольно, в основе своей, значит, бескорыстно, не за деньги, вот, идут и вот служат, получают военную учетную специальность, готовятся в случае необходимости встать на защиту своей Родины. Ну, а что касается первого вопроса, что такое у нас, в чем смысл национальной идеи, вот, все, есть замечательная песня, вот, мы росли на ней, это «С чего начинается Родина?» Вот у каждого, вот, с первого слова «мама», с Буденовки, там, с книжки, которую прочитал, с соседей, которые рядом с тобой, вот, с города, где ты живешь, ездишь каждый день на работу, там, с работы, это все Родина. Это образ жизни, это бытие. Здесь вот, как бы, прозвучали коллеги слова о том, что мы находимся на передовой, с внешними какими-то силами и так далее. Дело в том, что 21 век подразумевает, что есть глобальный проект, глобальная нация, земляне, которые живут на земле. И на примере Европы уже можем наблюдать о том, что уравниваются какие-то национальные черты народов, какие-то их принципы. Нам это немножко не подходит, мне кажется. У нас свои традиции, вот это и есть, с чего начинается Родина. Мы это храним, свои традиции, да. Мы немножко не хотим, нас это не понимают. И вот, и пытаются все-таки методом каким-то вот, в том числе информационным, немножко вот, в первую очередь, молодежь им объяснить, показать о том, что вы давайте лучше к нам. Нет, мы не дадим. Поэтому мы работаем, и армия в том числе, готовя, вот, и выпуская уже через год службы, ребят уверены в том, что они приходят уже зрелыми гражданами. И мне хочется задать вопрос, вот Юрию, да, вот вы кадет, вы волонтер. Как вы считаете, что такое патриотизм, что такое кадетское движение, и действительно ли это ваше поведение, ваше миропонимание, или все-таки это имеет какое-то большое глобальное значение? Ну, я, наверное, начну издалека, с истории. В 19 веке жил такой военный человек, великий человек, можно даже сказать, генерал Драгомиров. И когда ему в 1901 году вручали орден Андрея Первозванного, одна из приглашенных дам спросила его о том, сложно ли умирать за родину. Он сказал, умирать за родину легко, жить для родины сложно. Что это значит по-вашему? Для меня это, честно, жизненный девиз, потому что одно дело, когда патриотизм имеет показной характер, и другое дело, когда человек не делает вида, что он патриот. Он просто день из-за дня что-то делает, что-то делает во благо родины. Что? Какие дела? Какие дела во благо родины? Любой человек, он, неся, он работая, что-то делая, он делает вещи на благо родины. То есть он является уже патриотом. И, наверное, хочу отметить больше, я работаю в добровольческом движении, волонтерском движении. В прошлом году у нас действовал волонтерский корпус 70-летия Победы. Довольно успешный, успешный это был проект. Мы его в Чувашской республике реализовали на базе трех добровольческих центров, на базе трех муниципалитетов. Что вы делали? Это город Чебоксары, город Канаш и Канашский район. Что вы делали? Там были, ну, по сути, этот проект состоял из одноразовых акций, единоразовых. Но в прошлом году, подводя итоги работы волонтерского корпуса, Владимир Владимирович Путин, президент нашей страны, предложил создать новое общественное движение «Волонтеры Победы». И вот это вот движение будет уже целенаправленно работать с молодежью, будут уже не единоразовые акции, будут действительно масштабные проекты. Это такой проект, который уже начал свою работу, это проект «Всероссийские молодежные исторические квесты», это проекты по патриотическому воспитанию молодежи. То есть этот проект, это движение научит ребят действительно служить во благо Родины. И, конечно же, добровольческое движение, кадетское движение, они связаны. Мы с Ассоциацией кадетских школ и кадетских классов России и с другими общественными организациями ведем целенаправленную работу на патриотическое воспитание молодежи. Ну вот мы уже за кадром, скажем так, говорили о том, что, Олег Валентинович, вы работаете с молодыми. Ну, вы тоже с молодежью работаете. Молодая гвардия «Единой России» работает со студентами. Вы работаете с призывниками, тоже с молодыми, да. А что делать с теми, кто постарше, кому уже больше 20, кто уже, скажем так, прошел школу, возможно, прошел армию? Это вот ваши люди, вы с ними работаете или все-таки там нужна какая-то другая масштабная работа уже по патриотическому воспитанию взрослых людей, людей, у которых там семьи, может быть, свои дети? Да, конечно. Ну, в поисковых движениях мы приглашаем всех, безусловно, всех возрастов. То есть я к вам приду, вы меня примете к себе в отряд? Да. Но, как я в первый раз сказал, что все-таки своим примером нужно показывать. То есть тот человек, взрослый человек, может быть, он и не увлекается историей, может, не увлекается поисковым движением, но он патриот, он может показать, правильно здесь тоже говорил, за кадром, достойно выглядеть. То есть учить детей, это же тоже патриотизм, работать на заводе, да все, что угодно. Вот Шумилов Евгений Георгиевич, наш руководитель поискового движения Чувашия, он всю жизнь занимается воспитанием патриотов. Всю жизнь, значит, занимается восстановлением имен пропавших без вести. То есть он за свою жизнь очень многое сделал. Его ученики, ну, везде сейчас, и в Чувашии, там многие занимают некоторые посты. Этот человек показывает своим примером. Мы тоже ходим, приходим в школу, рассказываем. Мы также приходим в школы, в учебные заведения, в институты, другие, даже в детском садике однажды были. Рассказываем о войне, о том, что это, на самом деле, мужская и серьезная работа. Это пыль, грязь, пот, кровь, смерть. Что, на самом деле, не нужно доводить до войны, до такой ситуации. Но всегда нужно быть готовым для защиты Отечества. И чтобы Родина стала сильной, нужен, важен каждый человек. И вот мы, ну, как сказать, я отношусь к тому, чтобы взрослые люди, неважные поисковики. Вот интересную мысль вы высказали, наверное, в чем-то как-то перекликается, да, с моим мнением. Моим мнением о том, что главное, ведь патриотизм – это не воевать. Это делать так, чтобы войны не было, чтобы было нормальное, мирное небо, и сколько лет мы живем без войны. Сергей Александрович, вы как представитель военного ведомства, как военный человек, как вы считаете? Безусловно, это очень правильный подход. Но для того, чтобы, мы должны понимать одновременно, для того, чтобы не было войны, мало быть патриотом. Нужно, чтобы была страна сильная. На сильного никто не нападет. Сильная, в первую очередь, духом. Вот в 70-ую годовщину победы о Великой Отечественной войне, вот этот марш миллионов с фотографиями. Бессмертный полк. Бессмертный полк показал всему миру. Ведь это были даже самые такие отъявленные противники нашей идеологии. Они признались, что это было действительно воле излюбления народа. Это ни в коем случае не какое-то организационное мероприятие. Вот это вот, если такое вот у нас будет, плюс мощная экономика, никогда войны не будет. Поверьте мне, никогда. Если же мы будем растасканы по идеологическим корзинам, если будем не понимать и не помнить прошлого, тогда беда придет. К сожалению, придет. И экономика, если будет, конечно, слабая. Мы должны это тоже понимать. Олег Владимирович, вы воспитываетесь сильных духов, патриотов или телом? Нет, я вот хотел бы на ваш вопрос ответить, касаемо, что делать людям после 20 лет. Я хотел бы коснуться вообще за всю ответственность за воспитание детей, с кем они становятся, ложиться на родителей. Прежде всего, это с самого раннего детства, когда они рождаются, когда они начинают ходить в детский садик. Все то, что дают родители, больше всего запоминает ребенок. То, что когда пойдет в школу, все думают почему-то о том, что за это отвечают преподаватели, директора школы. Нет, неправильно. Все то же самое отвечают также родители. И все, что родители говорят в семье, преподносят ему своими словами, он больше всего запоминает, потому что самое большое время он проводит со своей матерью, со своим отцом. То есть я хочу сказать о том, что надо все-таки понимать всем родителям, насколько их ребенок, их чадо, независимо от парень, девушка, кем становится, они полную ответственность несут. Добавлю по поводу воспитания в школах. Что происходит? Я езжу по школам, встречаюсь и вижу, насколько не все преподаватели готовы правильно преподавать уроки воспитания. То же самое патриотизм. Не во всех школах, и это проблема. Есть вполне, будем говорить, адекватные преподаватели ОБЖ. Вот когда мы были, да, в те времена, когда, да, у нас были офицеры запасов, вот как Сергей Александрович, вот образец, да, действительно, мы четко знали, что он майор запасов, подполковник запасов. У нас были кабинеты оборудованы всяческими снаряжениями, автоматами. У нас автоматы были, по 30 штук, к примеру, можно было обеспечить взвод, построить, да, все это было. У нас тир был в школе. Сейчас у нас, что получается, вот потихонечку этот момент пытаются поднимать. У нас школы потихонечку пытаются приобрести какие-то снаряжения, пытаются приобрести преподавателей, но на минимальный оклад, на который просто на все никто идти не хочет. Потому что тот оклад, который по минимальному разряду идет там 12 тысяч, к примеру, рублей, извините, нормальный мужчина не пойдет. И очень бы хотелось бы, да, Олег Витальевич, чтобы, конечно, как-то вот эту схему проработать, чтобы мы в школах имели в действительности офицеров запаса, не сержантов, не рядовых запасов, которые, извините, на построениях даже с троим шагом нормальные пройти не могут. На них же смотрят наши школьники, вот как Юрий. Для них будет тот показатель, который придет старшим офицерским составом, придет с медалями и будет в действительности просто показателем, авторитетом для всей этой школы. То же самое и физруков. Я хочу сказать, что физруки – слабые составы. Слабые. И именно это то, что дает физподготовку и военную подготовку. То есть тот же самый патриотизм. Поэтому я хотел бы, чтобы нас услышали, что этим вопросом нужно заниматься и говорить правду в глаза. Это слабая точка. А по поводу возрастов после 20 лет, ну смотрите, Татьяна, давайте будем смотреть правде в глаза. Парень, который приходит после армии в 19 лет, он такой же самый юнец. Что он ищет? Он не ищет определения, где бы заниматься общественной работой. Ему нужно прокормить себя, прокормить семью. Экономическая ситуация на самом деле, она тяжелая. Нужно искать работу. А люди могут, они ищут работу. Но есть ребята, которые перестают пить, курить. Они ходят в спортивные залы вечерами. Мы их приветствуем. Да, конечно, каким-то образом администрация районов должны как-то подтягивать этих ребят для того, чтобы участвовать в школах. И опыт 2014 года нам показал о том, что да, действительно, такие мероприятия нужны. Ребята у нас уже прошли армию, пришли. Они звонят благодаря за то, что мы оказали им содействие в подготовке и в призыве в армию. И они сейчас готовы уже идти инструкторами для того, чтобы идти к нам на военные сборы, идти вожатыми в пионерлагере. То есть мы, я хотел бы сказать о том, что именно на этот год мы уже планируем принять на военных сборах Синева десятиклассников порядком 700 человек. Это города Чебоксары, Ново-Чебоксарска. И я ожидаю еще с районов нашей республики. То есть вы воспитываете не только, скажем так, спортом, но и дух воспитываете, да? Обязательно. Моральная подготовка прежде всего. Ни один самый сильный физический человек не будет морально сильным духом, он никто. Олег Владимирович, скажите, пожалуйста, вот вы их учите воевать, защищать или быть, не знаю, достойными гражданами нашей страны? Татьяна, я хочу подчеркнуть, мы их не учим воевать. Мы их учим носить оружие для защиты. Если пригодится. Прежде всего, если пригодится. И быть, вы поймите, мы даже сейчас, вот в 15-м году, мы принимали разряды на ГТО. То, что сейчас в действительности стало модно по отношению с другими годами. И у нас каждую еженедельно ребята сдают на первые, вторые разряды во время военных сборов. То есть мы за пять дней не даем детям просто нормально подумать о чем-то плохом. У них с 7 утра до 10 вечера каждые 40 минут заняты. А соблазны потом, вот после пяти дней, соблазны появляются? Соблазн появляется пойти служить в армии. Это прежде всего. Соблазн появляется то, что прийти домой и быть мужчиной, и смотреть за собой. Заправлять каравай, стирать носки, уважать своих родителей. Извините, это реально. За пять дней это реально? Вы знаете, наверное, да. Я согласен. Дается другая модель поведения. Я считаю так, что наши подростки, когда растут, правильно было сказано насчет того, что есть коллективная ответственность наша общая за воспитание, ответственность родителей, как записано в Конституции и так далее. К сожалению, наши дети и не имеют позитивных моделей поведения в постоянном быту. И правильно, очень многие проблемы идут из семьи. Именно поэтому я, например, был и остаюсь сторонником той точки зрения, что школа отвечает за все. Вот с моей точки зрения. Нам государство доверяет обучение и воспитание, и мы обязаны реализовывать государственную идеологию на каждом уроке, каждый день, на каждом мероприятии. И несмотря на то, что, может быть, Татьяна, не понравилось мое выражение, что мы все являемся бойцами на идеологическом фронте, но это действительно так, как бы это странно ни звучало. Потому что я, например, считаю, что на этом фронте на сегодняшний момент выступают и учитель математики, и учитель русского языка, и учитель физкультуры. То, что рассказывает учитель литературы на уроке, какие он мысли вкладывает, то, что рассказывает учитель истории, то, что рассказывает математик. И о каких математиках он говорит, и о каких позициях. Это тоже все по капельке, по грамму. Это и есть составляющая патриотического воспитания. С чем мы выходим, какую мы модель, какого мы выпускника имеем на выход? Вы знаете, все-таки у патриотизма есть и такая не очень обратная сторона. Это когда говорят о рапатриотизм, когда мы забываем буквально о разумных, выходим из разумных пределов, и начинается просто нечто неприятное, когда появляются, избежать бы этого слова, но, возможно, какие-то фашистские организации, которые начинают влиять в обществе, влиять на умы молодых людей. Вот этого бы как бы избежать еще. Сегодня в студии прозвучали, значит, уже мысль такая о том, что, значит, вот органы власти должны возглавлять или, во всяком случае, направлять инициативы снизу. Мне кажется, это очень разумно, особенно это касается нашей Родины Российской Федерации. Многонациональной, огромной, большой, самой большой в мире страны, поэтому здесь особенности есть, которые, допустим, нельзя к Швейцарии применить, мононациям и так далее. Это очень важно. Почему? Потому что 21 век, мы все понимаем, это век прогресса, современные технологии, информационные, медийные, экономические. Сейчас министр здравоохранения России говорит, что возможные вирусы, которые попадают к нам, они тоже рукотворный характер носят, понимаете? То есть, если даже это признается, то виды, видите, какого воздействия на человека носят. Поэтому, конечно, мы должны следить за вот этими проявлениями, ибо любая ниша, мы должны понимать, если она свободна, она будет занята кем-то. Вот задача, мне кажется, гражданского общества, всех ветвей власти, молодежных организаций, общественных, на всех стадиях, с семьи начиная. Меня, допустим, как начальника отдела призыва, очень волнует вопрос тот, что в последнее время увеличилось количество желающих пройти альтернативную службу. И самое главное, если раньше единицы эти были на религиозной основе, то сейчас это пацифисты, это те, которые не признают в какой-никакой мере защиту, они уже глобалисты, они считают все люди братья, и я как это пойду служить, и так далее. Для меня это проблема, и мы пытаемся и будем пытаться разбираться с каждым таким случаем. В гекорне, вот вы понимаете, о чем я говорю, то есть каждая ниша должна быть нами заполнена. Это не говорится, что мы должны подавить инициативу, нет. Но мы должны четко и понятно представлять, где есть хорошо, где есть плохо, где не совсем плохо, а где совершенно плохо, понимаете, и дайте им всем руководить. Мне кажется, вот это наша задача всех здесь присутствующих. Да, особенно в тот момент, когда мы говорим о национальной идее, и одновременно пытаемся оглянуться куда-то через плечо, не скажут ли про нас плохо. Давайте скажем честно, нельзя быть патриотами вне национальной идеи. Нельзя развивать патриотизм, не отстаивая национальные интересы своего государства. Иначе получается как будто бы. Иначе мы действительно, вот как Олег правильно сказал, мы превратимся в какую-то показушную команду, где мальчики по праздникам маршируют с автоматами в руках, и это ура, 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 на самом деле мы ведь должны уходить гораздо глубже, проникать до сердца, до глубины мозга, до тех вопросов, почему ребенок именно это делает. Поэтому давайте скажем так, хорошего много не бывает, а насколько мы находимся в норме, пусть определяет государство, которое нас регламентирует и контролирует через прокуратуру, через МВД, через какие-то органы. Мы законов не нарушаем, правильно? Но мы не боимся, мы не боимся ни определения национального, мы в патриотизме, потому что, да, национальная русская идея, национальная чувашская идея, национальная татарская идея, которая сливается в единую национальную российскую идею, чего этого бояться-то? А все остальное, если честно, давайте скажем так, может быть, кто-то видел, я не видел, вот, я не видел наших местных фашистов там или еще чего-то. Вот я с ним никогда не встречался. Скинхедов в Москве видел этих бритоголовых, но они честно признают, они не имеют никакого отношения к национальной русской идее. Они, честно, отстаивают чужие идеи, и это тоже наши идеологические противники. Ну, это, наверное, да, тоже идеологические противники, но и слава богу, что их нет в Чувашии, значит, у нас действительно... Все хорошо. Ну, не все хорошо, но на этом фронте, на этом уровне все хорошо. Если бы было бы у нас 100% коэффициент полезного действия, наверное, мы бы сегодня не собирались, и не говорили с этим столом. Я хочу сказать, что еще в 2009 году распоряжением правительства Российской Федерации было принято 134-е постановление, вот, которым была предложена и введена концепция развития военно-патриотического воспитания молодежи до 2020 года. В рамках вот этой концепции в Чувашской республике проведена, я вам честно говорю, очень большая работа. Значит, создан центр подготовки граждан к военной службе. Создано пять зональных центров. Это в Новочебоксарске, в Канаше, в Маргаушах, Батырево, вот, в Чебоксарах. Я вот здесь изучал о том, что Зорница, Орленок, просто по цифрам даже, вот у меня по памяти я вспоминаю, 68-го года, вот, когда родилась эта Зорница, Орленок, то есть она не прекращалась. Ни разу не прекращалась. Ни разу не прекращалась. Вот в прошлом году, в прошлом году 77 клубов, представляете, было представлено на Зорнице итоговых играх Зорницы, Орленка в Батырево, в Батыревском районе. 77 отделений. 77 отделений, правильно. Значит, участвовало более тысячи ребят. Это те, которые дошли до финала. Мы должны понимать, а сколько участвовало при отборе. Это около 10 тысяч человек, там немножко меньше. А сколько было преподавателей. А ведь за каждым этим ребенком семья, родители, которые готовили своего ребенка в это отделение, где форму готовили они, где-то что-то там читали, литературу, как это нужно носить и так далее. Вы понимаете, это только на примере, на примере только вот этого элемента я хотел показать, что делается. Значит, здесь вот тоже звучали слова о том, что спортивная составляющая. Ведь за последние годы в каждом районе у нас ФОК создан. Где, кто мог раньше об этом мечтать? Еще строится. Еще строится. Я буквально вот 9-го числа был на хоккейном матче. У нас здесь вот СОКОЛ играл с Алтайским. Да, да. Молодежи. Ведь это отдушина для Чувашии. Честно говоря. Ну, это тоже патриотип. Это конечно. Это конечно. Дети сегодня, он посмотрел, завтра он берет клюшку, идет на лед. Это физическое воспитание. Ведь мы же в здоровом теле, здоровый дух. Есть поговорка. Дворак стали открываться, хоккейные коробки. Поэтому большое делается. И направление очень правильное. Одна мысль единственная. Секундочку, товарищи. Есть такой психолог социальный, очень известный Биан Тресси. Да, у него он однажды вывел правило 5%. Он сказал, если вы хотите изменить мнение популяции человеческой по какому-нибудь вопросу, добейтесь изменения по этому вопросу у 5%. И тогда вы сумеете изменить все остальные. У геометрической прогрессии. Да, это то, что называется, да, правильно, от соседа к соседу, от слова к слову. Вот мы здесь сидим, все заинтересованные лица. И самое интересное, спасибо, что нас собрали. Мы все занимаемся разными делами, но, в принципе, одним большим делом. Я сижу и думаю, если 5% примут на себя поисковики, 5% – десантники, если 5% – военкомат через Центр патриотического воспитания, 5% – молодая гвардия, 5% – кадеты. Это уже четверть нашей молодая. Это уже 30%. Да, это уже 30%. А все, в принципе, проблемы будут фактически решены. Самое главное – должна быть какая-то наша общая консолидация, взаимоподдержка, взаимопонимание и готовность работать друг на друга. Правильно? То есть я, например, с удовольствием, с Синевой бы с удовольствием взаимодействовал во всех вопросах. Правильно? С военкоматом постоянно взаимодействовал. Нам бы еще времени побольше. Да, нам бы еще времени побольше. Да, побольше. 48 часов в сутки. Нет, самое главное – вам бы еще времени побольше, потому что мы-то, по крайней мере, занимаемся этим делом профессионально, и у нас нет другого дела, кроме как заниматься этим. А вам особый низкий поклон, потому что у вас у каждого есть еще и дела, и проблемы, и семья, и бизнес, и необходимость, и то, чем вы занимаетесь, это вообще на уровне подвига и сподвижничества. Спасибо вам, друзья, что вы пришли, Олег Валентинович, вам за ваши слова, за ваше движение кадетское, за ваших молодых людей. Мы стараемся. Спасибо. А можно поздравить с предстоящим 23-й день? Давайте поздравим. Вот, наверное, от всех здесь присутствующих всех разрешите поздравить с наступающим праздником Днем Защитника Отечества. Особенно это касается, конечно, наших ветеранов, воинов-интернационалистов, всех участников боевых действий и всех-всех-всех, кто сегодня находится в рядах вооруженных сел. Еще бы хотел поздравить, пользуясь этим случаем за 3 февраля, всех, кто считает себя патриотом нашей великой Родины России. Спасибо. Всех с праздником. Да. Спасибо, что пришли к нам в студию и поговорили на эту тему. Я думаю, что она не исчерпана. Мы можем еще продолжать беседовать. И я думаю, что если зрители задумались и тоже придумали, продумали для себя какую-то идею, продумали для себя, что такое патриотизм, мы достигли своей цели. Спасибо за внимание. До свидания. Спасибо.